Йосико Акадо, японская актриса, популярная на родине в период, предшествовавший Второй мировой войне. Родилась 21 апреля 1902 года. Начала карьеру на театральной сцене. Впервые снялась в кино в 1923 году на студии Никацу, где, среди прочего, сыграла в нескольких ранних работах выдающегося кинорежиссера Мидзагути. После того, как в 1927 году молодая актриса разругалась с одним из влиятельных режиссеров Никацу, Минору Муратой, ей пришлось покинуть студию. Длительное время она находилась без работы, но в 1932 году Акадо трудоустроилась на студию Камата, кинокомпании «Сютику», где стала одной из популярных звезд, снимаясь у мэтров режиссура. Увлекающаяся западным театром и разделяя коммунистические идеи, 3 января 1938 года вместе с мужем Рукити Сугимото нелегально пересекла Японо-советскую границу на Сахалине, куда пара прибыла под предлогом новогоднего выступления для пограничников. На советской стороне перебежчики были схвачены и обвинены в шпионаже. Стремление выступать на советской театральной сцене было использовано как улика для обвинения в связи с иностранной разведкой. Рукити, ее муж, вскоре был расстрелян, несмотря на просоветские взгляды и деятельность переводчика произведений социалистической литературы с русского языка. По решению суда Акадо была осуждена на 10 лет лагерных работ. Находясь в фетлаге, дружила с Петром Буинцевым. В 1953 году поступила на режиссерское отделение в ГИТИС, работала в театре имени Маяковского. Поставила фильм «Десять тысяч мальчиков» 1961 года по сценарию Агнии Барто, где сыграла одну из главных ролей. В поздние годы играла в японских кино- и телефильмах, а также в радиопостановках. В 1973 году ненадолго вернулась в Японию по приглашению губернатора Токио с прахом своего умершего мужа Синтаро Токигути, за которого вышла замуж в 1950 году. Также была театральным деятелем и диктором. Скончалась в возрасте 89 лет в Москве. Позже ее прах был перевезен на родину, где и был захоронен. Субтитры создавал DimaTorzok